Венгрия открывает ворота в ЕС. Время для мирных переговоров в Украине, а Илон Маск собирается вторгнуться в Венесуэлу. Обо всем этом расскажу подробнее в эфире Нехта. Самые важные и интересные новости. Россияне и белорусы теперь могут въехать в ЕС по упрощенной процедуре. Там ожидают около ста тысяч гостей. Российский флот на Кубе угрожает американскому побережью. А Венесуэла протестует против Мадуро. США приготовили санкции. Илон Маск, ты в отчаянии. Ты сошел с ума? Спасибо, что смотрите. Спасибо за доверие. Не забывайте ставить лайки, оставлять комментарии, подписываться на канал. И не забывайте про кнопочку суперспасибо. Так вы можете нас поддержать. Поехали. Венгрия упростила въезд для белорусов и россиян. Там объявили о новой ускоренной процедуре получения виз для граждан этих стран. Теперь без проверок на связи с ФСБ или КГБ власти расширяют список стран, которые попадают под действие так называемой национальной карты, включив в него Россию, Беларусь, Черногорию, Молдову, Боснию и Горцеговину и Северную Македонию. До этого в программе были только Украина и Сербия. Такая карта выдается тем, кто собирается работать в Венгрии на два года с правом продления по ускоренной процедуре. Венгерские власти аргументируют это тем, что многие россияне и белорусы будут ехать в страну на строительство атомной электростанции. И венгерское правительство уже заявляло о том, что ждут около 65 тысяч работников с детьми. Но такое решение оставляет дверь для шпионов открытой. Об этом говорит глава крупнейшей партии Европарламента Европейская Народная партия Манфред Вебер. Он говорит, выдачи виз россиянам, которые не проходят проверок и беспрепятственно попадают в ЕС, это в свою очередь серьезная угроза европейской безопасности. Вебер также отправил письмо главе Евросовета с просьбой поднять вопрос на встрече лидеров ЕС в октябре. Двое детей были убиты, девять раненые, шестеро из них тяжелые, а двое взрослых в критическом состоянии. Случилось все на мероприятии, посвященном Тейлор Свифт на северо-западе Англии. 17-летний подозреваемый мужчина, который напал на детей среди бела дня с ножом, арестован, сообщает полиция. На события отреагировали члены королевской семьи и премьер-министр. Это событие действительно ужасно. И я знаю, что вся страна глубоко потрясена тем, что они увидели и услышали. И я знаю, что говорю от имени всех жителей страны. Наши мысли и соболезнования жертвам, их семьям, друзьям и обществу в целом. Почти невозможно представить, через какое горе они проходят и какую травму им приходится пережить. Полиция заявляет, что речь не идет о теракте и что они не ищут никого, кто может быть связан с подозреваемым. Российские ВМС снова на Кубе. Уже второй раз за лето три корабля Балтийского флота пришвартовались в порту Гаваны. До этого в июне туда прибывала группа кораблей Северного флота и даже одна атомная субмарина. Уже сегодня они должны уйти обратно, но целей этого путешествия никто не раскрывает. Кубинские власти только называют этот визит рутинным, а некоторые эксперты говорят, что это демонстрация силы в ответ на американскую поддержку Украины. Но к чему эта рутина, если по заявлениям американских чиновников визит угрозы не представляет? Мы спросили об этом у экс-главы украинской внешней разведки Николая Маламужа. Российская Федерация в Срединске пытается упредить возможные разворачивания программ поддержки Украины и в целом НАТО, которые противостоят Российской Федерации, основной европейскому блоку с восточного направления. Это Польша, это Прибалтика, это Чехия, это Румуния. Размещение, например, дополнительных средств ППО, размещение баз на территории Польши и Румунии, ну и, соответственно, создание электронных и противовоздушных щитов, включая, так сказать, битие различных ракет на территории и Польши, например, и на территории Западной Украины. Поэтому пытается смоделировать новый, я в кавычках возьму, Карибский кризис, то есть направляя туда все больше контингентов. Это подводные лодки, которые появляются там скрыто под берегами Америки, что создать проблемы США. Они сейчас очень мощно делают мониторинг по всему узбережью. Это раз. И вторая ситуация, это открытая демонстрация направления, например, там, вот так называемых учебных кораблей, кораблей сопровождения, вот, обеспечения к Кубе, как бы моделируя ситуацию кризиса, который был в начале 60-х годов, когда была реальная ядерная конфронтация. В данный момент этого нет. Но иллюзию создать противостояние, и что Россия может усиливать эти контингенты, а Куба поддержит такой сценарий, вот они пытаются сделать. Пришло время для мирных переговоров, говорит президент Финляндии. Он считает, что достигнута именно та точка, в которой их нужно начинать. Александр Ступ говорит, что предложение пригласить Россию на второй мирный саммит – это удачное разыгрывание карт, ведь Украина находится в более выгодной позиции, чем еще несколько месяцев назад. Мы больше не находимся в ситуации, близкой к отчаянию, в которой мы были весной с блокированием американской помощи и трудностями Европы в доставке оборудования в Киев. Также нет никакого российского прорыва. По данным нашей разведки, Россия не продвигается вперед, а ее потери еще больше, чем раньше. Но финский президент отметил, что начало переговоров – это не начало уступок, а начало дискуссионного процесса. И Владимиру Зеленскому тут пригодятся четыре элемента, по мнению финского коллеги. Первый касается территории, которые сейчас оккупированы Россией. Это будет только его решением. Во-вторых, Украине нужны гарантии безопасности. Третий элемент – правосудие для военных преступников. И четвертый – помощь в восстановлении. Грузинский премьер-министр в принципе говорит, что война закончится в 2025 году и совершенно независимо от того, кто придет к власти в США – Камала Харрис или Дональд Трамп. Говорит, что проще всего будет перезагрузить отношения после войны с любой администрацией. Как только война закончится, отношение к Грузии сразу изменится в корне. Поэтому мы продолжим очень легко продвигаться по пути европейской интеграции. США – наш стратегический партнер, и мы находимся в режиме ожидания. Главное, чтобы мы увидели встречные шаги. Если будут встречные шаги, то, конечно, ничто не помешает перезагрузке отношений. Грузия – маленькая страна, а США – очень большая страна с мировым влиянием. Поэтому все в их руках. Еще грузинский премьер утверждает, что после войны страна продолжит движение к евроинтеграции и говорит, что США – это стратегический партнер, большая страна, и Грузия будет ждать действий от них. США планируют ввести санкции против Венесуэлы после оценки выборного процесса. Официально заявленные результаты выборов очень сильно не совпадают с независимыми данными. Люди на улицах городов это не прямо подтверждают. Об этом говорят и в оппозиции. В данный момент я очень рада сообщить всем, что у нас 73,2% голосов избирателей. И с этим результатом нашим избранным президентом является Эдмондо Гонсалес Урутия. Я хочу со всей ответственностью заявить всему венесуэльскому народу, что мы добьемся уважения к воле, выраженной вашими голосами. Это единственный путь к миру. У нас в руках результаты подсчета, которые демонстрируют нашу безоговорочную и математически необратимую победу. В общей сложности по подсчетам оппозиции 2,75 миллиона голосов за Мадуро и 6,27 миллиона за его соперника, бывшего дипломата Эдмундо Гонсалеса. Эти цифры резко отличаются от 5 с лишним миллиона голосов, которые по данным избирательной комиссии набрал Мадуро по сравнению с 4,5 миллионами голосов, отданных за Гонсалеса. Оппозиция и международное правительство поставили под сомнение справедливость результатов и призвали к полному пересмотру итогов голосования. А люди вышли на улицы, протестующие уже захватили. Международный аэропорт Майкети имени Симона Боливара снесли несколько памятников Уго Чавесу. В целом следим за развитием событий там. А вот сам Мадуро говорит, что это попытка раскачивания ситуации в Венесуэле и говорит, что в этот раз он не будет проявлять слабости. Ну и зачем-то угрожает Илону Маску. Илон Маск, ты в отчаянии. Ты сошел с ума? Илон Маск, держи себя в руках, иначе ты потерпишь неудачу. Точно так же, как тот ультраправый привел к неудачи всех американских политиков. Илон Маск, тот, кто будет связываться со мной, умрет. Тот, кто будет связываться с Венесуэлой, умрет. Илон Маск, ты хочешь драться? Давай подеремся. Илон Маск, я готов. Я сын Боливера и Чавеса. Я не боюсь тебя, Илон Маск. Давай сделаем это. Где бы ты не решил это сделать, как мы говорим в Каракасе. Если вы этого хотите, я этого хочу. Илон Маск, просто скажи, где. Но Венесуэлу нужно уважать. Мы не приемлем вмешательства ни от кого. Маск в ответ написал в социальной сети Икс, что даже осел понимает больше, чем Мадуро. Как бы ни старались спортсмены, символом Олимпиады становится мужик в цветастых плавках. Плавчиха Эмма Уэббер оборонила свою шапочку, и сотрудник бассейна пошел ее доставать. И стал звездой. Видео с мужчиной разлетелось. В соцсетях он даже получил прозвище «Бопловец шапочек». Я хочу напомнить, что мы существуем только благодаря вашей поддержке, ваши спонсорства, донаты. То, что вы нажимаете кнопочку «Суперспасибо» помогает нам снимать новые и новые видео. Поэтому не останавливайтесь на достигнутом. Также не останавливайтесь, ставьте лайки, оставляйте комментарии, подписывайтесь на канал. Все это тоже очень важно. Ну, у меня на этом все. До встречи и хороших вам новостей. Субтитры сделал DimaTorzok